Особую дату в истории Великой Отечественной войны и 80-ю годовщину освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков отметили в Тверской области. Героев этой судьбоносной битвы вспоминали у Ржевского мемориала советскому солдату. К фигуре воина, который словно парит над холмом, превращаясь в стаю журавлей, сотни людей возложили цветы. Весь день в городе проходили торжественные мероприятия, в которых принимали участие губернатор Игорь Руденя, члены федерального парламента и зарубежные делегации. Роман Быков работал в городе воинской славы. Торжества начались возле мемориального комплекса советскому солдату с церемонии возложения цветов. В ней приняли участие губернатор Игорь Руденя, ветераны, члены федерального парламента Людмила Скаковская, Сергей Веременко и Юлия Саранова, председатель законодательного собрания Сергей Голубев, делегации Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Якутии, военнослужащие, юноармейцы и просто жители Верхнего Лужья. Сегодня мы отмечаем дату, событие, которое является основополагающим в событиях Великой Отечественной войны. Благодаря нашей победе в Ржевско-Вяземской операции немецко-фашистские войска были отброшены от нашей столицы, от сердца нашей Родины, города Москвы. Покровская старообрядческая церковь – одно из немногочисленных зданий, уцелевших в результате боев за Ржев. И именно здесь развернулась драма, ставшая одним из последних событий той битвы. Отступавшие фашисты именно сюда согнали уцелевших жителей города, заминировав храм. Однако красноармейцы успели вовремя, что прихожане до сих пор воспринимают как чудо. Цепочка чудесных событий, которая завершилась 3 марта чудесным освобождением из храма, запертых в нем людей, из заминированного храма. И они все вышли невредимыми, и никто из них не пострадал. Конечно же, торжественные мероприятия прошли и на Советской площади, где состоялось прохождение войск Ржевского гарнизона. Сегодня личный состав в честью выполняет свой боевский долг. Предваряя церемонию, глава муниципального округа Роман Крылов отметил преемственность поколений с современной молодежью, что ярко стало видно именно в нынешнее время. Они выполнили задачу по воспитанию подрастающего поколения. И сегодня то поколение, которое сражается за мир, оно обязательно победит. Победит, потому что это поколение знает, где белое, а где черное. Традиционно состоялось возложение цветов к обелиску освободителям города. Участницей мероприятий стала член местного совета ветеранов, председатель городского объединения волонтера серебряного возраста Валентина Адамовна Сорокина. В детстве ее со всей семьей фашисты угнали в концлагерь. Она хорошо помнит, что представлял собой Ржев по завершении боевых действий. Хорошо помню совершенно абсолютно разрушенный наш город после войны. Ведь хватило сил у нашего населения восстановить этот город. Вот, пожалуй, я больше скажу, насколько красив сейчас наш город. Ржевская битва стала одним из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Общие потери советских войск с учетом пропавших без вести и раненых составили более 1 миллиона 300 тысяч человек. Память всех их призван увековечить храм, заложенный на поле рядом с монументом советскому солдату. Теперь наш черед, свой вклад в историю внести, чтобы мы создали этот храм на многие-многие века и для многих поколений, который бы напоминал уже тем, кто придет после нас, что надо быть достойным своих предков и не изменять системе ценностей, которую нам передали наши предки. В завершающий момент торжества станет акция снова у памятника советскому солдату. Вот та первая шеренга юнормейцев развернет огромный флаг площадью 20 квадратных метров. Флаг победы. А затем вот та вторая шеренга детей, которых, правда, сейчас не очень хорошо видно, они выпустят в воздух 80 красных шаров, которые символизируют 80-летие со дня освобождения Ржева от немецких захватчиков. И действительно, именно на время этой акции «Хмурые облака», из которых только что сыпалась ледяная крупа, раступились, словно бы для того, чтобы в головое небо взмыли те самые воздушные шары. Наверное, чтобы стать предвестниками журавлей, что совсем скоро будут возвращаться на родную землю и что отражены в мемориале советскому солдату. Субтитры создавал DimaTorzok